Здравствуйте, дорогая публика! Я хотел с вами поговорить о воде на Марсе. Вот сейчас появились сведения, что с помощью радиолокаторов, установленных на спутниках, искусственных спутниках Марса, удалось обнаружить под слоем, скажем так, вулканических осаночных пород, не знаю, наверное, так нельзя назвать, да, под слоем пород вулканического пепла, вот этих всяких таких вот пород, под этим слоем надёжно скрыто огромное количество льда, то есть, может быть, даже толще где-то достигает нескольких километров. Уже посчитали, что если бы весь этот лёд растопить, то он покрыл бы слоем примерно 35 метров поверхность Марса. Ну, понятно, что рельеф Марса, значит, неравномерный, там перепады гораздо больше, вода бы собралась бы в глубоких местах и появились бы некие подобия наших океанов, да. Ну, вот всёобщее количество воды там вот такое, 35 метров, вот такая вот высота, столб воды должен был бы быть. Вот. Ну, я долгое время, когда говорили о льде на Марсе, о воде на Марсе, я так вот, как бы сказать, противно похихикивал, я сейчас объясню, почему. Вот я покажу вам диаграмму, это диаграмма фазового состояния воды в зависимости по горизонтальной оси отложенной температуры в Кельвинах, вот, и по вертикальной оси давления. Вот там такая большая красная линия – это давление земной атмосферы. Значит, 10 в пятой паскали. Паскали – это 1 ньютон на квадратный метр, 10 в пятой паскали – это вот нормальное атмосферное давление, и это примерно 1 килограмм силы на квадратный сантиметр. Вот так вот, 10 в пятой паскали. Вот такое нормальное давление. И вот эта вот красная полоса – это то, о чём идёт у нас речь. Вот оно, фазовое состояние. Есть такая тройная точка воды. Тройная точка воды – это очень маленькое давление, всего 610 паскалей. Вот я думал, что на Марсе она меньше, чем 610 паскалей. Оказывается, что давление на поверхности Марса сильно колеблется, потому что атмосфера там очень, так сказать, реденькая, жиденькая, что называется. Значит, от 700 до 1000 паскалей примерно колеблется, то есть вот на 30% фактически. Но это выше, чем тройная точка воды. В тройной точке воды могут одновременно сосуществовать все три фазы – жидкая, твёрдая и газообразная. Вот у нас на Земле вот такие вот две вертикальные линии – зелёная и синяя. Значит, в зелёной линии соответствует температуре 273 градуса Цельсия, Кельвина, простите, 273 Кельвина, 273,16 Кельвина – это 0 градусов Цельсия по-нашему. И вот это вот температура таяния льда. Вот температура таяния льда. И при температуре 100 градусов Цельсия, то есть 373 Кельвина, это вот температура, когда при нормальном давлении вода превращается в пар. Вот при больших температурах в нашем давлении воды жидкой быть не может, твёрдой тем более, да? Вот такие вот дела. Там на диаграмме всякие разные участки, связанные с различными фазами, различные фазы воды, фазы льда. Но вы это не берите в голову, не о том разговор. Но вот на Марсе всё-таки условия соответствуют такой вот узенький-узенький интервал температурный, при котором может-таки существовать вода на Марсе. Узенький, но она может существовать. Чуть-чуть нагрелся ещё сильнее, чем надо. И всё уже испарилось. Вот жидкая вода там может существовать. Открыто там даже, так сказать, глубинное, подлёдное, да? Примерно как у нас в Антарктиде на Земле, у нас это, значит, на Земле. Озеро, озеро Восток, известное. На большой глубине, подо льдом, значит, есть такое вот включение воды в Антарктиде. И примерно такой же объект обнаружен и на Марсе. Более того, на Марсе есть следы водных потоков. Наблюдали уже марсоходы, там марсоходов очень много ползает. Как такое интересное явление. Идут осадки, и они испаряются, не долетев до Земли. Вот такое вот явление, вот они его видели. Но обычно водяные осадки на Марсе – это кристаллики воды. Всё-таки это вот в кристаллическом состоянии они в основном находящиеся. Инии в изобилии есть. Туман. Вот туман поднимается, например, из знаменитого каньона Маринера. Это вот такой каньон глубиной 30 километров. Это такой вот разрыв, так сказать, коры марсианской. О нём я и сопутствующих этому разлому условиях много раз рассказывал. Ну и вот оттуда поднимается такой туман, красивый иногда. Это туман водяной. Значит, имейте в виду, что на Земле, в атмосфере Земли, при низких давлениях, а это давление там выше, скажем так, ниже, ну где-то уже десятки километров над уровнем моря, там существовать в виде жидкости вода не может. Вот только лёд и пар. Да, вот два состояния могут быть. Это, значит, происходит процесс абляции, что называется. Абляция – это, значит, непосредственно превращение, значит, из твёрдой фазы в газообразную. Ну, это иногда называют абляцией, это в космонавтике так любят термин такой. Абляция с поверхности спускаемого аппарата, вот этого материала, при спуске. В атмосфере. А так вообще это называется, так сказать, возгонка ещё в химии. Возгонка. Вот из такого вот, из твёрдого состояния сразу в газообразную. Возгонка йода в школе показывали иногда. Вот эти вот пары йода в колбе, как там нагревают, и йод вот сразу превращается в такой вот тёмные облака газа, такие внутри колбы. Вот. Вот такие дела. Так. Ну, так что вот на Марсе когда-то, видимо, когда было побольше давления атмосферное, там могли существовать и участки воды, всего прочего, но, к сожалению, давление постоянно падало. Падала она в том числе за счёт того, что просто она низкая. Это уже процесс такой становится необратимым, потому что при таком низком давлении, соответственно, жидкая вода уже быть не может, она испаряется. Газообразная вода под действием ультрафиолетового излучения превращается в смесь кислорода и водорода. Молекулы кислорода, они в 16 раз тяжелее, чем молекулы водорода. Там, значит, 32, а тут 2. А, соответственно, скорость при той же кинетической энергии, это КТ, 3 вторых, ну, связана с температурой КТ, значит, как Константа Больсмана. Вот, она энергии поступательного движения, значит, 3 вторых КТ, вот, и скорость получается в 4 раза больше молекул кислорода, молекул водорода, простите, и они покидают атмосферу, ну, чаще они переходят вот этот вот уровень космической скорости, второй космической, когда они могут расстаться навсегда с атмосферой. Ну, вот, вот улетают они, улетаем, улетаем. Голубое равнение неба белым крестиком мытаем. Вот такие вот дела случились с марсианской водой. Я вам рассказал просто обстановку, какую там есть. Товарищи всё собираются делать, превращать терраформирование, проводить на Марсе. Для этого туда астероиды к толпам избрасывать, да, ну, точно тяжёлая задача, потому что очень много нужно туда набросать массы. Ну, вот, скажем, чтобы увеличить в 2 раза давление, надо увеличить в 2 раза массу атмосферы. А масса атмосферы, сколько там у неё? 2,5 на 10,16 килограмма. Это как бы нам понять-то? 2,5 на 10,13 тонн. 25 триллионов тонн. Вот сколько там. 25 триллионов тонн. Ну, объёмы сумасшедшие. Если бы это была, скажем, вода 25 триллионов тонн, да, 2,5, значит, на 10 в тринадцатый, 25 на 10 в тринадцатый, на 10 в двинадцатый. Это куб такой, типа, сейчас скажу, да, сейчас, 10 в четыре, да, не такой уж и большой, на самом деле, получается-то. Если третью степень, значит, 10 километров на 10 километров на 10 километров. Не так уж и много. Да, ну чё, давайте, терраформируйте. Вперёд. Сыра там будет, грибы будут расти. Красота. Рай для грибников. Ну, холодно. Одно плохо. Ну, вот такие вот дела. Не забудьте, что я на вас вот работаю, решачу. Что-нибудь сходило, вот даже для вас постриг бороду и голову отстриг. Попросил меня отстричь голову. Отстригли кое-чего. Так что поддерживайте меня материально. Внизу есть все необходимые реквизиты. Не забывайте, что я, что жизнь без денег, жизнь плохая, не годится никуда. Всего доброго вам. До свидания. Всех благ. Продолжение следует. Продолжение следует...